нашел руби свет привет друзья наследие мк прошлых роликах мы поговорили о том как за адекватные деньги сейчас собрать хороший игровой пк а также на что стоит обратить внимание при сборке пришло время сдуть пыль со старого системника и поговорить про апгрейд компьютер у нас есть правда игры он пока не тянет пока на каких сокетах еще можно апгрейдить а каким пора на свалку на связи мк сегодня говорим про стратегию и тактику апгрейда старого пк поехали сейчас такое интересное время если хотите что-то изменить своей жизни поменять работу перейти из офиса на удаленку да и в целом на новый уровень то благодаря новым знаниям это доступно каждому все есть здесь в интернете для этого даже не нужен мощный компьютер попробовать себя в новой профессии сейчас реально без вложений к примеру зайдите на яндекс практикум и выберите профессию веб-разработчик это специалист который создает интуитивно понятные и удобные для пользователей цифровые продукты например сайты вы знаете найти специалистов сейчас большой спрос у веб разработчиков хороший заработок в среднем от 115 тысяч рублей в месяц у курса есть бесплатная вводная часть где можно попробовать себя и понять как проходит обучение но и оценить свои возможности а вот например на втором уроке одно из заданий поменять цвету кнопки нужно вписать как учат две строчки кода и вуаля то же самое можно проделать в консоли с другим сайтом ничего сложного но это не значит что пройдя вводную часть вы сможете самостоятельно вести проекты но вы по крайней мере поймете ваше это или нет обучение в яндекс практикум проходит в собственной технологической среде что позволяет студентам сразу применять полученные знания на практике на курсе веб разработчик вас научат создавать сайты и приложения на html css и я вас крипт благодаря чему концу курса у вас уже будет 18 готовых практических работ и 5 реальных проектов от бизнес заказчиков на протяжении всего обучения студента поддерживает и помогает команда наставников преподавателей ревьюеров и кураторов которая доводит студента до конца обучения а после специалисты карьерного центра яндекс практикум помогут с трудоустройством по исследованиям высшей школы экономики 78 процентов учеников трудоустроились на работу по новой специальности после прохождения курса рекомендую пройти по ссылочке в описании попробовать бесплатную вводную часть вдруг это ваша кто не пробует у того не получается ссылочка в описании для начала давайте поднимемся из этого днища наверх и проведем черту какие компьютеры вообще имеет смысл апгрейдить чтобы тут не разжевывать кучу различных вариантов мы проведем планку на поддержке инструкции ss и 4.2 все потому что практически никакие три пола и игры последних 3-4 лет не запустятся без них да разумеется есть всякие фиксы которые позволяют программно эмулировать недостающие инструкции и на четырех ядерных core quad и на xeon 775 сокетом можно запустить киберпанк 2077 в 20 fps в лучшем случае и даже если у вас шестиядерный феном все равно нет пока с такими процессорами пора отправить на покой конечно такие сборки можно апгрейдить но это будет уже выглядеть как продление и без того затянувшейся агонии этот системник на 775 сокете тут стоит asus p5 k pro и он нам тоже не подходит так как мы хотим чтобы у нас все современные игры запускались хотя бы в 30 fps нам нужна честная поддержка ss и 4.2 сюда входят процессоры intel начиная с первого поколения core а также amd fx и новее самым старым процессором здесь аж 13 лет так что выборка у нас и без того большая начнем с общих рекомендаций по апгрейду которые касаются большинства сборок ниже во-первых никаких жестких дисков под систему даже сама microsoft заставляет партнеров отказаться от них к двадцать третьему году и не просто так hdd даже топовый компьютер на core i9 превратит в суперкар с атмосферником от калины поэтому самый минимум это оставить жесткий диск под игры и под систему взять простенький ssd на сотню гигабайт нередко тут можно уложиться всего лишь в тысячу рублей однако с учетом того что многие современные игры в системных требованиях уже настоятельно рекомендуют ssd я также советую вообще забыть про жесткие диски в игровых пк но тут конечно все зависит от вашего бюджета во вторых доводим объем озу в компьютере до 16 гигабайт в двухканальном режиме с учетом того что часть плата которых мы будем говорить поддерживают только ddr3 апгрейд опять же не будет дорогим за один модуль на 8 гигабайт или 2 по 4 придется отдать не больше пары тысяч оставаться на 8 гигабайтах крайне нежелательно очевидно что никто не будет ставить в пк десятилетней давности rtx 3090 у которой 24 гига видеопамяти а если последний перестанет хватать начнет использоваться озу и теряться fps поэтому 16 гигабайт оптимальное решение что касается частоты то тут все зависит от вашей материнки если разгон памяти возможен то имеет смысл брать модули ddr3 и 1866 ибо 2133 за адекватный прайс найти сложно и они редки если же разгон невозможен то нужно брать максимум с которым плата и процессор умеют работать обычно это 1333 или 1600 мегагерц в любом случае из памяти стоит выжить максимум хороший разгон здесь может подарить и 10 и даже 20 процентов столь нужного fps за минимальную доплату поэтому отказываться от этого не стоит также не забываем что ddr3 есть как для амд так и для intel первое стоит дешевле но на процессорах синих точно не заведется не пытайтесь здесь сэкономить вот теперь переходим конкретным платформам мы начнем с амд так как в отличии от intel красные сокеты плодить не любят и подходят под наши требования всего два это а м3 и а м4 с последними и так многое понятно поэтому ключевой вопрос как там поживают вечные фуфыксы раскрылся ли потенциал спустя 10 лет да или нет с одной стороны fx до сих пор подводит пульдозерная архитектура с далеко не лучшей производительностью на ядро с другой стороны сейчас многие игры гораздо лучше работают с многоядерными процессорами чем это было 10 лет назад поэтому 8 ядер топовых fx 8 300 все еще позволяют им удерживаться на плаву и получать стабильные 30 fps или даже выше в новинках и самое приятное здесь что найти такие фиксы на али можно дешевле 3000 рублей и это делает апгрейд пк на м3 плюс все еще выгодным в свое время хватало сборок на 4 ядерных fx 4000 которые сейчас в играх уже хромают на обе ноги удвоение числа ядер позволит избавиться от большинства проблем хотя конечно запаса на будущее тут совсем уже нет и когда прекратят делать игры для предыдущего поколения консолей живучие fx окончательно умрут но если денег нет а поиграть сейчас хочется это вполне себе выход однако стоит помнить что топовые fx 8 300 с частотами выше 4 гигагерц парни очень горячий даже стоки имеют теплопакеты в сто двадцать пять ватт это стоит учитывать и возможно заодно прикупить хотя бы простенькую башню с парой тройкой теплотрубок за тысячу рублей не лишним будет и обслужить плату возможно подумав о дополнительном охлаждении северного моста он как показывает практика на м3 плюс греется так что временами отваливается остается самый сложный выбор это видеокарта очевидно что гнаться за решениями уровня хотя бы rtx 2060 или 3050 смысла тут вообще никакого fx 8 300 даже под разгоном в 4 5 гигагерца их не вывозит никак если речь идет о процессорозависимых играх оптимальной покупкой здесь можно назвать gtx 1650 но проблема в том что новые такие карты стоят неадекватно дорого 22 25 тысяч а забу на али и авито просят не меньше 15 что просто откровенный грабеж выход казалось бы можно взять новую rx 6500 xd из китая она обойдется в 18 19 тысяч и при этом новинка md ощутимо быстрее gtx 1650 и позволит комфортно играть в свежие игры при full hd разрешении проблема только в том что в массе своей платы подаем 3 плюс имеют поддержку лишь pc express 2 0 и 4 линии настолько древнего интерфейса снизят производительность rx 6500 xd вплоть до 50 процентов вот и получается грустная ситуация с одной стороны fx 83 2 0 еще тащит с другой взять новую разумную карточку для него уже не получится если присматриваться к бэу gtx 1060 или rx 470 то велик шанс взять видеокарту которая побывала в двух крипто бумах и ужарена майнерами в хлам так что тратится на апгрейд процессора и памяти в случае с а m3 плюс имеет смысл только в том случае если у вас есть возможность взять видеокарту уровня gtx 1650 за адекватные деньги и в хорошем состоянии в противном случае вкладываться в эту платформу уже не стоит лучше подкопить на новый пк окей саем 3 крест все понятно а что нам дадут ранний intel начало и середина 2010-х были явно за синими процессоры intel core не оставляли fx ни шанса в большинстве игр и рабочих задач так что intel ощущая себя королем на рынке достаточно слабо развивала свои процессоры как архитектурно так и частотно откуда и родился мема 5 процентах за поколение но при этом компании не забывала раз в два года выкатывать формально новый сокет и у пользователей не было иного выбора кроме как подчиниться в итоге получается что аж пять первых поколений процессоров intel то есть сокеты lg 1156 55 и 50 отличались не очень-то и сильно все они были с ddr3 и поддерживали максимум четырех ядерные процессоры поэтому и апгрейд тут одинаков это покупка мощного xeon и доведение количество озу до 16 гигабайт при этом никакой перепрошивки bios не понадобится в то время intel еще позволяла официально ставить серверные процессоры на обычные домашние платы но разумеется некоторые нюансы есть и так lg 1156 самый старый сокет в нашем видео ему уже почти 15 лет но старый не значит что бесполезные под него за копейки продаются два интересных процессора это xeon x3440 и x3470 они отличаются на несколько сотен мегагерц по частотам но вдвое по цене 800 и 1700 рублей около того так что брать старший имеет смысл лишь в том случае если вы вообще не хотите знакомиться с разгоном иначе переплата не имеет никакого смысла xeon x3440 отлично гонится и нередко удается даже перепрыгнуть планку в 4 гигагерца что позволяет на таком старичке комфортно играть в самые тяжелые игры современности но куда же без ложки дегтя эта платформа поддерживает только писи экспресс 2 0 а значит урезанные по шине видеокарты амд брать смысла нет поэтому ситуация тут чем-то похоже на м3 крест если вы не планируете разгон то ищите карту уровня gtx 1650 в хорошем состоянии за адекватный прайс что в принципе очень сложно но с другой стороны если вы не прочь поддать жару старому кремнию четырехъядерный xeon худо-бедно все еще способен справиться с rtx 3050 которая от старой шины не сильно то и теряет к тому же такую видеокарту вполне можно будет поставить и в будущий компьютер уж минимальные настройки графики в новинках на full hd разрешения вместе с dlss тянуть она сможет еще долго с lg 1155 ситуация интересней с одной стороны тут впервые использовалась крутая архитектура sandy bridge когда в процессорный кристалл запихнули графику и другие блоки с другой стороны xeon тут практически не гонятся из-за чего на родных 35 гигагерцах нередко и минимально выигрывают у предшественников в разгоне но все еще они без проблем подходят для современных игр хотя и тут есть некоторые важные нюансы все дело в том что у lg 1155 было две архитектуры второе поколение core она же sandy bridge и третье поколение и в бридж разница в производительности на герц между ними небольшая часто меньше и пяти процентов но вот у более свежих cpu есть козырь в рукаве это поддержка пися экспресс 3 0 до для все той же rx 6 500 и кстати это маловато и fps будет теряться но даже в таком режиме она будет ощутимо быстрее gtx 1650 которая стоит схожих денег да и в будущем при сборке нового пк на пися экспресс 4 можно будет порадоваться неплохому бусту поэтому тут есть два пути если у вас уже есть на примете видеокарта уровня gtx 1060 с полноценной шиной можно сэкономить и всего за 1700 1900 рублей забрать четырех ядерный xeon e3 1270 с пися экспресс 2 0 аналог core i7 2600 этот же вариант подходит если вы планируете купить на вырост rtx 3050 с другой стороны если вы не хотите связываться с бэу видеокарта как и отдавать 30 тысяч рублей за gpu имеет смысл взять xeon e3 1230 версии 2 аналог core i7 3770 он обойдется на 500 рублей дороже даст ту же производительность но при этом поддержку пися экспресс 3 0 а значит rx 6 500 x и вполне неплохо заработают ну и под конец lg 1150 под него также было две архитектуры hanswell 4 поколение core и broadwell 5 поколение последнее вообще было экспериментальным конкуренции от amd в 2015 не было и си не решили выпустить на рынок cpu где даже топовые модели до 4 гигагерц не добирались зато обладали уникальным кэшем четвертого уровня в размере нескольких десятков мегабайт на отдельном кристалле до в некоторых задачах типа архивирования это действительно давала хороший буст но в массе своей более высокочастотные решения hanswell оказывались куда лучше к тому же поддержка пися экспресс тут уже идет по умолчанию поэтому на четвертом поколении core мы остановимся оптимальный вариант это xeon e3 1240 3 версии аналог core i7 4770 за 2 800 2 900 рублей но так как архитектурный и частотный буст относительно предшественников тут от силы в районе 10 20 процентов предел мечтаний по gpu аналогичный это или rx 6 500 x t с дебафом из-за писи экспресс 3 0 или rtx 3050 с дебафом вашего кошелька переходим в эпоху современности то есть компьютером с поддержкой ddr4 и снова начнем с общего совета для всех платформ любыми способами добивайтесь двух канала и 16 гигабайт озу 32 для игры смысла пока не имеет но если есть возможность взять два модуля по 8 гигабайт и оставить еще два пустыми на будущее это стоит сделать что касается частоты если чипсет разгон не поддерживает берем возможно его максимум обычно это 2 400 3 200 мегагерц если разгон возможен оптимальным уровнем можно считать 3 600 3 800 мегагерц выше не имеет смысла брать модули становятся очень дорогими а реальный прирост исчисляется лишь единицами процентов да и далеко не каждый cpu заработает с озу на частоте в 4 гигагерца в случае с амд сокет с ddr4 снова один это м4 более того тут есть сквозная поддержка то есть даже на самых старых и простых чипсетах 300 и линейки можно обычным обновлением bios запустить последний райзен 5000 но если смысл в апдейте если даже самый младший и простой четырехъядерный райзен 3 1200 вполне себе выступает на уровне xeon и позволяет худо-бедно без серьезных фризов и не подгруженных текстур поиграть в новинки ответ да смысл в апдейте есть как минимум на будущее спасибо окрепшему рублю сейчас мощный райзен 3000 и 5000 на али стоит очень дешево и даже если вы не планировали апгрейд стоит об этом подумать с текущей ситуации никто не скажет вам что случится даже через полгода поэтому пока есть возможность дешево урвать cpu который будет способен радовать своей производительностью еще пяток лет это стоит сделать кому стоит апгрейдится пользователям райзен 1000 и 2000 с четырьмя и шестью ядрами все-таки первая версия архитектуры zen было далеко не самой прорывной она не радует ни частотами не одноядерной производительностью поэтому переход на шестиядерные решения zen 2 и тем более zen 3 позволит увеличить fps временами на 30 и даже на 80 процентов что касается конкретных моделей то их две если хочется сэкономить то райзен 5 3600 за 9 10 тысяч а сборки на нем мы говорили в свежем ролике пора собирать а если же хочется получить максимальный свежак райзен 5 5 600 x за 13 14 тысяч по видеокарте также есть разброс так как первые чипсеты под а m4 300 линейки 400 линеек не имели официальной поддержки pc express 4 0 на rx 6 500 не смотрим в данном случае мы подразумеваем что пока после апгрейда не будет меняться еще много лет за которые эта карта превратится просто в затычку то есть узкая шина будет с вами навсегда да вот такой вот friendly fire старые платы под а md не дружат современными картами от красных поэтому минимум это rtx 3050 а вот дальше все зависит от толщины кошелька и желание идти на риск покупая карту соли без гарантии логичный предел для райзен 5 3600 с учетом на будущее это rtx 3060 или 3060 ти а среди карта md rx 6 600 и 6 600 x и если же вы решили замахнуться на райзен 5 5 600 потолок отодвигается до уровня rtx 3070 3070 ти или же radeon rx 6 700 и 6 700 x и имеет ли смысл апгрейд райзен 3000 на райзен 5000 в общем то и нет прирост будет виден лишь на топовых карточках и то эта разница будет между 100 fps и 120 you что едва ли заметно на практике но с другой стороны если вы тоже волнуетесь за будущее и планируете собрать мега супер-пупер ультра пк пока цены низкие логика в таком апгрейде есть окей с амд закончили переходим к платформам на intel с поддержкой ddr4 и первой является формально разделенная на двери визе lg 1151 да это были времена когда синие просто жиру бесились и настолько обленились что даже сокет менять не стали при смене поколений и этим стоит воспользоваться формально lg 1151 работает лишь с четырех ядерными решениями на архитектуре sky lake и каби lake то есть это шестое и седьмое поколение core а вот lg 1151 второй версии поддерживают уже шести и восьми ядерные intel кофе лэй которые очевидно ощутимо быстрее при этом пользователи быстро нашли лазейку которая позволяет заставить как старые процессоры работать на новых платах так и наоборот также под этот сокет продается очень много инженерных версий процессоров которые стоят сущие копейки и это тоже нужно учесть итак первый вариант у нас плата на lg 1151 первой версии и двухъядерный cpu или же четырехъядерный core i5 и без гипер поточности пути апгрейда тут 2 менее болезненные дорогой это покупка инженерного четырехъядерника поколения каби lake например а и 7 7 700 и с за 8 тысяч рублей можно получить уровень а и 7 6 700 за которой на авито нередко просят в полтора раза больше да да за старый четырехъядерный intel могут просить больше чем за свежие 6 ядерный райзен при этом не стоит бояться что инженерный процессор будет как-то не так работать или вообще сломается кремний есть кремний если процессор пришел рабочим в будущем проблем с ним не будет плюс китайцы обычно продают не столько инженерные сколько квалификационные образцы их обычно рассылают производителям материнских плат для тестов поэтому они минимально отличаются вот релизных версий и в них работает все включая интегрированную графику единственное реальное отличие от обычных ритейл версий это чуть более низкие частоты но и название intel 400 которое ни на что не влияет плюс подхода покупки такого инженерника минимум проблем обычно достаточно обновить bios для поддержки кабилейка и такой процессор заработает минус очевидно не самая вкусная цена но в любом случае такой инженерник обеспечит вам производительность выше лучших xeon для предыдущих сокетов поэтому можно смело брать видеокарту уровня rtx 3050 никаких проблем в играх у вас с такой связкой не будет хотя конечно и запас на будущее со стороны процессора минимален поэтому есть второй подход уже для профи это модификация платы и bios чтобы появилась поддержка 6 и 8 ядерных cpu для lg1 51 второй версии это так называемый кофе тайм или кофе мод сразу предупреждаю этот подход требуют прямых рук и понимание того что вы делаете здесь есть не нулевой шанс запороть плату и процессор из-за физического вмешательства поэтому я просто оставлю в описании ссылку на инструкцию а дальше уже решайте сами готовы ли вы рискнуть игра свеч определенно стоит так как в лучшем раскладе можно перейти с двухъядерного core i3 на восьмиядерный core i9 тем самым увеличив производительность процессора аж в четыре раза после кофе тайм вам будет доступен весь перечень процессоров для lg1 51 второй версии на чем можно остановиться минимум это шестиядерный инженерный core i7 8 700 и ценой около десяти с половиной тысяч рублей с учетом того что он работает на архитектуре sky lake имеет частоту буста на все ядра почти 4 гигагерца проблем в играх у него не будет еще долго и видеокарту уровня rtx 3060 или rx 6 600 он вытянет без проблем оптимальный максимум это восьмиядерный инженерный core i9 9900 это уже можно вполне назвать топовым уровнем 16 потоков на 4 гигагерца раскачегарят даже rtx 3080 второй возможный вариант у вас уже плата на lg1 51 второй версии вот как у меня у меня стоит 9 700 кей но процессор у вас на 2 или 4 ядра и уже становится его маловато выход тут прост банальная покупка инженерников о которых я говорил выше единственное что может потребоваться это обновление bios при этом я не рекомендую брать мобильные инженерники распаянные на подложке для десктопного сокета это прям максимальный франкенштейн который потребует снятия и замену самого прижимного механизма сокета перепрошивку bios да и память гнаться не будет от слова совсем в общем не стоит это вариант вообще для отбитых компьютерщиков для которых кофе тайм это так сходить кофе попить награждение за 8 с половиной тысяч можно получить восьмиядерный камушек с разблокированным множителем и возможностью получения пяти гигагерц ну то есть аналог core i9 9900 кей в 3-4 раза дешевле очевидно предела по видеокартам тут вообще нет даже rtx 3090 такой зверь вытянет ну и под конец пару слов про lg 1200 тут мы в массе своей уже видим 6 8 и даже 10 ядерные решения даже простой i3 10 100 этот четырех ядерные восьми поточные легко обгоняет xeon для более старых сокетов поэтому апгрейд тут нужен только если у вас двух или четырех ядерный cpu и хочется чего-то большего в таком случае на алиэкспресс хватает шести ядерных инженерников типа qs rk это core i5 10 500 который легко справиться с видеокартой уровня rtx 3060 или rx 6 600 если будете искать другие инженерники включая восьмиядерные следует помнить что под этот сокет было две архитектуры и младше чипсеты на 400 линейки решение 11 поколения они же rocket lake не поддерживают фух мы справились условно актуальными можно считать платформы даже 15 лет недавности четырехъядерный xeon первого поколения core все еще способны справляться современными игрушками как минимум с консольными fps увы про что-то старее включая современных игр лучше забыть комфортно поиграть уже не получится и запаса на будущее у таких платформ нет совсем поэтому нет смысла вкладывать в них деньги но даже тот факт что решение из позапрошлого десятилетия уже тянут игры отлично показывает насколько сильно замедлился прогресс в кремнии мы рассказывали об этом в одном из предыдущих роликов в описании будет ссылочка на магазин готовых компьютеров от мк можете написать менеджеру он подберет для вас систему вы сравните цены и посмотрите в интернете в магазинах на алиэкспресс и решите также там же в описании ссылочка на нашу телегу мы там публикуем самые интересные айти новости во вконтакте кстати тоже подписывайтесь меня зовут михаил крошин удачного вам апгрейда или покупки нового пк сейчас самое время я говорю это уже наверное третий ролик ладно еще увидимся отнесу это говно на мусорку пока и проведем черту какие компьютеры вообще